Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Вы наверняка слышали историю, что наш русский оливье настолько популярен по всему миру, что и готовят его практически везде. Вот в той же самой Европе этот салат проходит под названием русский салат. Я не могу говорить за всю Европу, но в Испании Энсалада Руса очень широко известен. Часто бывает меню ресторанов, его продают в готовом виде в магазинах, но это не совсем тот оливье, который готовите вы. Я бы даже сказал совсем не тот. Сейчас приготовлю, вы, надеюсь, повторите за мной и согласитесь. Отдельная просьба для тех зрителей, которые живут за пределами бывшего СССР. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли в ваших странах русский салат. Я имею ввиду, что не вы его готовите, а местные жители готовят или нет. И если есть, то чем он отличается от классического русского оливье. Начало стандартное. Надо отварить картошку, яйца и морковь. Вареным не очень удобно чистить, поэтому сделать заранее. Ну и соли добавлю, чтобы морковь вкуснее была. Но пока все варится, приготовлю быстренько майонез. Масло оливковое холодного возжима, целое яйцо. Да, обычный майонез готовится на желтке, но мне больше нравится на целом яйце. Тогда он получается такой более легкий. Горчицу сюда и сразу соли. И немного пожужжать погруженным блендером. И ни в коем случае не надо его отрывать от дна до тех пор, пока большая часть не эмульгируется. И вот только затем можно понемногу так вот приподнимать крыльчатку, чтобы она подсасывала очередную порцию масла. Я уже столько раз показывал приготовление майонеза, что постоянно зрители канала наверняка заплевали свой монитор. Извините, но новым зрителям надо все-таки показать. Так, эмульсия готова, как видите. Плотная такая. Остается ее подкислить. Хотел использовать лимоны, но они у меня кончились. Поэтому буду использовать яблочный уксус. Это вкусный яблочный уксус, ароматный. Он пахнет яблоками. Да, с майонезом есть такое правило. Одно яйцо можно спокойно эмульгировать 200, а то и 300 миллилитров масла. Чем больше масла, тем более густой майонез получается. Но после добавления уксуса он становится пожиже. Смотрите, какой. Все, майонез готов. Перерыв. Все сварилось и остыло. С картошки надо снять шкурку. Яйца, понятно, почистить и все нарезать. Начинаю собирать. Картошка, яйца и морковь. Зеленый горошек. Ну, пока все вроде стандартно, как видите. И вот теперь начинаются отличия. Зеленые оливки. Как вам такое, а? И консервированный тунец. Вот такой вот неожиданный поворот. Кстати, испанцы в большинстве случаев картошку сначала чистят, потом вместе с морковью нарезают крупными кубиками и отваривают. Потом отбрасывают на дуршлаг. На мой вкус не лучший вариант. Картошка водянистая получается. И еще момент. Они в этот салат кладут очень много майонеза. Прям вот слишком много. Магазины Инсалада Рус вообще из себя представляют чаще всего такие пластиковые коробочки с майонезом, в которых плавают овощи. Так что не только в России майонез с ведрами покупают. Это такая общемировая беда. Вот такой вот у испанцев русский салат. С тунцом и зелеными оливками. Иногда еще добавляют вареных креветок, а иногда ни креветок, ни тунца не добавляют. Остаются только овощи. Но всегда, всегда очень много майонеза. Вот у меня на испанский лад майонеза маловато такой. Я пожадничал. Так, ну, давайте попробуем, что ли. Ну, как все майонезные салаты, он очень нажористый, очень сытный. Тунец, ну, тунца не зря называют морской коровой. Но это по вкусу и близко не русский оливье. Вот абсолютно. Здесь, во-первых, оливки зеленые присутствуют. Это яркий вкус. Здесь присутствует тунец, который похож на мясо, но все-таки это тунец консервированный. Так что, так, ну, дайте еще немного возьму. Ну, вот это вот. Ну, не знаю. Моим малоритным операторам нравится. А мне, учитывая, что я и классический оливье, не очень люблю, мягко говоря. Вот селедка под шубой – это мое. Селедку под шубой на Новый год я ем с удовольствием. А оливье и энцеладоруса – нет. Слишком скучно, на мой взгляд. Я его не солил, потому что майонеза много, а майонез соленый. Я не добавлял им ничего для яркости, потому что уксус, который присутствует, яблочный, он сам по себе яркий. Конечно, иногда испанцы, наверное, те испанцы, которые насмотрелись русских роликов про русский оливье, добавляют лук еще. Но это крайне редко. Короче, попробуйте, составьте свое мнение об этом салате. Может, вам понравится, и вы будете его готовить вместе с оливье. На этом, позвольте с вами попрощаться. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Щелкните вот сюда вот уголочек видео и посмотрите классические оливье, которые я готовил в соответствии с информацией, полученной в журналах «Наша пища», которые выпускались еще в конце 19 века. Я ссылки в конце того ролика, ссылки в конце ролика в титрах указал, а вот это ссылалось, там классические русские оливье. Он тоже абсолютно ничего общего не имеет с тем оливье, которые готовите все вы, все мы готовим на Новый год. Огромное спасибо за лайки, за дизлайки, за репосты. И, напоминаю, по промокоду ФЛЕСКО вы сможете получить скидки на ножи Самура. Я сегодня вот такими вот пользовался. Вот это Самура Метеора. Классные ножи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok